Добрый вечер! Приветствую вас в студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас сегодня этот выпуск. Программа наша собирается уйти на небольшие летние каникулы и заканчивает телевизионный сезон. Но по традиции, прежде чем на эти каникулы уйти, мы подведем сегодня итоги социально-экономического развития Щелковского района. За первое полугодие и по традиции же сделаем это с главой Щелковского муниципального района. Я приветствую в студии Алексея Васильевича Валова. Здравствуйте! Добрый вечер, дорогие жители Щелковского района. Мне очень приятно в этой студии говорить вам слова признательности, благодарности за то, что вы поддерживаете во многих начинаниях нашу работу. Ну и в том числе критикуете, а наш труд помогает потом в работе. И мне бы хотелось немножко задаться мыслью, если у вас каникулы, то когда каникулы будут администрации, получается мы не имеем права уходить на каникулы, потому что этот период, летний период, является самым таким производительным периодом работы. Ну у нас каникулы только у эфирного продукта, у программы «Диалог». А все остальное будет работать с удвоенной силой. Хорошо. Мы контролируем эти процессы. Спасибо. Работаем мы в прямом эфире, уважаемый телезритель. Я напоминаю, что в студию можно позвонить по телефону 56 714 40 714 50. Сразу скажу, что, наверное, многие вопросы в эфир выйти не смогут, но там дежурят помощники специально обученные, которые все абсолютно ваше обращение запишут. И если вы оставите контактные данные, то чуть попозже получите на каждый ваш вопрос ответ. А мы сегодня попытались воспользоваться, ну и погодой в том числе, хотя она нас тут немножко подводила, и максимально выйти в народ. Наши корреспонденты работают на улицах Щелково и общаются с обычными прохожими, которые тоже хотят вам задать вопрос не по телефону, а визуально. И давайте мы, может быть, с этого попробуем начать. Если у нас есть связь, то мы готовы пообщаться с городом. А вот мы наблюдаем нашего корреспондента Александра Угранич. Саша, здравствуй. Мы тебя видим. Надеемся, что слышим. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Мы находимся рядом со сквером Пушкина. Погода, к счастью, наладилась. Рядом со мной жительница города Щелково, Анна Ильинична Соколова. У нее есть вопрос в голове Щелковского района. Слушаю внимательно, Анна Ильинична. Здравствуйте, Ирина. Мы находимся около дворца. Вот смотрим сейчас. Все разрушено. Значит, памятник только один стоит. Жители беспокоятся города Щелково. Что же будет после реконструкции? Анна Ильинична, вы знаете, что мы просто так ничего не ломаем. Хотелось бы иметь какое-то наглядное пособие. Анна Ильинична, мы понимаем, ломать не строить, но у нас достаточно серьезные планы на сквер Пушкина. Он уже по срокам и по своей архитектуре достаточно скверы, имею в виду, износился. И мы там сделаем один из лучших элементов зоны общественного притяжения. Он будет полностью сквером устроен. Фонтан там будет гидросветодинамический, который не будет иметь чаши, а 43 струи будет бить снизу. И летом это будет прекрасно, особенно для детей. Мы, в принципе, на это рассчитываем, что там в основном будет гулять мама с детьми. Ну, конечно, и живые наши уважаемые люди. Но все будет комфортно, потому что струи будет создавать эту неповторимую атмосферу прохладной. Прохладной. Ну, а памятник нашему уважаемому поэту мы, конечно же, тоже отреставрируем. Облицуем ее новой плиткой. И он будет выглядеть очень достойно в окружении уже, в обрамлении уже нового реконструированного сквера Пушкина. Все будет хорошо, Анна Ильинична. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо вашей собеседнице. Надеюсь, мы еще увидим вас сегодня в эфире. Хорошей вам погоды, чтобы дождь больше не пошел. Спасибо. Я хочу добавить немножко, что там вот на реконструкции сквера есть баннер ознакомительный, который ему положено там быть. И там на нем нарисован как раз проект, как это все будет выглядеть. Но у нас тоже есть несколько видео, мы могли бы их показать. Можно показать, но можно и посмотреть на баннер. Но на самом деле, пока... Дело в том, что мы же еще и общественное обсуждение запускали по этому скверу в интернете. Поэтому люди там, граждане знают, что там будет делаться. Но пока действительно картина не радует. Люди боятся просто, что сломают все. У нас так было и по Парковой. Да и у нас везде, как мы начинали, где работы большие, сначала было определенное недовольство людей. Что, мол, было же более-менее, а теперь вот такая разруха. А потом, когда все это будет создано, уверен, что будут совсем другие положительные отклики. Когда мы увидим это... Дню города. Дню города. Успеют, да, должны? Да, да, дню города. Ну, хорошо, будем надеяться. Давайте продолжим тему формирования комфортной городской среды. Потому что для сезона, скажем так, это самые сейчас горячие работы. И четвертый год продолжается благоустройство. Город меняется. На глазах набережная вдоль улицы Шмидта у нас появится в этом году тоже. Понимаете, вот будем так говорить. Андрей Георгиевич Воробьев, наш губернатор, он требует ежегодного улучшения облика городов. Соответственно, мы, работая здесь на территории, на земле, понимаем, что надо отвечать этим требованиям. Поэтому практически на каждый год мы планируем 2, 3, 4 даже элемента новых зон общественного притяжения. Если в прошлом году мы сделали зону общественного притяжения, вы знаете, аллею техники, улицу Парковую, сквер памяти, набережную вокруг Чикаловского пруда, то в этом году у нас основные зоны притяжения будут сделаны. Это сквер Пушкина и, соответственно, набережная вдоль улицы Шмидта, набережная реки Клязьма вдоль улицы Шмидта. Достаточно серьезный проект, достаточно красивый проект. Он прошел народное голосование также. И я думаю, что вот этот проект, набережная вдоль улицы, вдоль реки по улице Шмидта, мы сделаем до конца октября. А вот сквер Пушкина к дню района, к дню города. Почему решили сегодня нашу программу с этого начать? Потому что, наверное, действительно то, что любому человеку, будь то житель города, будь то гость, видно невооруженным глазом, как меняется город. И еще один участок набережной, о котором меньше говорится, но который уже практически готов, и который вы тоже обещаете в этом году открыть. Я попрошу, наверное, показать. Правую сторону вы имеете? Да, я попрошу показать. Вот, да, нам показывают. Это между участок набережной и между Старым и Новым мостами. Правую сторону реки Клязьма напротив набережной Серафима Саровского. Ну, красиво делается. Посмотрите же, да? Старом будет сделан. Здорово. А, кстати, мы сегодня, когда это видео смотрели, когда его готовили к эфиру, я подумала, а название-то мы будем объявлять, придумывать? Мы решили там набережной любви. Прямо решили? Или все-таки тоже какой-то? Мы решили, мы предлагаем. Опять же, устроим голосование народное и увидим, где будет одно предпочтение. Потому что набережную юности, ну вот назвали, набережная Саровского. Мне хочется, чтобы действительно была такая зона. Они же все разные. Зона, да, у нас зона, которая притягивает разные категории, да, вот там мамочки с алясками, бабушки, дедушки, а вот эту зону создать, там, где гуляли одни влюбленные. Вот было бы здорово, да? Может быть, я уже отстал от стереотипов в нашей жизни и от, как бы, видений на это, но я думаю, что это было бы здорово. Было бы здорово. Давайте дальше. Если у нас есть звонки, мы готовы послушать. Есть у нас в студии, нет пока звонков, ждем тогда. Тяжело вернуть, конечно, мост, пешеходный мост, вернуть муниципальную собственность. Старый мост. А в каком он сейчас статусе? Вообще, как бы, он у банка находится. В собственности мы неоднократно поднимали этот вопрос, договаривались с банком, чтобы отдал собственность, потому что все конструкции для его реконструкции есть. Но банк вот упирается в то, что там он должен быть использован под энергомост. Сейчас вот готовим, готовим, готовим документы, всю эту процедуру просматриваем. Но он же не перестанет быть? Как он от нас уходил этот мост? Пешеходным он не перестанет быть? Самое страшное, что тот совет депутатов принял решение передать его в собственность частному собственнику. Поэтому, если бы это было административным каким-то тактом, можем было бы его оспорить. А когда совет депутатов, тяжеловат. Но, тем не менее, мы будем работать над тем, чтобы забрать его в муниципальную собственность, отреставрировать этот мост, сделать его центром тоже общественного притяжения, связывающим правую сторону, левую сторону реки Клязьми, с правой стороны реки Клязьми. И дальше пошло, пошло, пошло площадь Ленина, там улица Парковая, сквер Пушкина. Улица Пушкина тоже в следующем году будет реконструироваться. Ну и набережная. И центр города, как я и говорил, мы начнем все работы с центра города. Сначала сделаем центр города, то есть, площадью общественного такого притяжения. А потом, соответственно, начнем дальше окраины делать. Но мы, тем не менее, несмотря на то, что эту концепцию приняли, и на окраинах делаем то же самое много. Вы знаете, масштабный комплекс благоустройств дворовых территорий, в том числе и определенные элементы будущего. Чикаловского парка элемент уже первый появляется, открываем. И я думаю, что по анализу, то, что происходит в поселениях, там тоже достаточно много делается для формирования зоны общественного притяжения. Это в Медвежках, в Африаново. Я думаю, что там тоже, как бы, вот Вогоднево сейчас молодец, тоже Николай Алексеевич и ФОК открыл, и зону общественного притяжения сделал. Молодец. Работает глава. Ну и вы уже упомянули аллею Героев в Чикаловском, которая, это тоже, в общем-то, микрорайон города, но не центр. Уталия Героев, Сквер Памяти, это святое. Святое. Там должны появляться каждый год один-два бюста, и со временем, я думаю, все поколения должны вложиться в эту память, чтобы не вот одночасье это сделать, чтобы все понимали важность той работы, важность той исторической ценности, не в плане, там, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, а именно подвига людей. Это же их подвиг, он входит в историю несмываемыми буквами, несмываемыми страницами. И вот в этих бюстах мы будем увековечить эту память, для того, чтобы подрастающие поколения, с поколения в поколение понимали, что так должно быть. Сейчас там, она только в прошлом году открыта, сейчас там бюсты всего экипажа Валерия Ичкалова, плюс бюст Михаила Громова, плюс позже открывали бюст Гагарина, и вот совсем недавно герой России Андрей Савгиренко, который в Чечне погиб. Я так понимаю, в сентябре еще там будет, дальше будет развитие, и все наши герои должны быть увековечены. Я сейчас говорю, мы из года в год, из поколения в поколение должны вести эту работу, для того, чтобы наполнить аллею героевской памяти всеми нашими героями, которые живут на территории Щелковского муниципального района. Спасибо. Я, пока мы ждем вопросов, я продолжу, вот я о чем хотела еще рассказать, это вот, наверное, самое, тоже одно из самых заметных два события, которые в этом полугодии произошли, в Щелковском районе, это старт двух больших градостроительных проектов. Это, я имею в виду, начало строительства моста, нафабричный, тоже, люди не верили, что когда-то это будет, ну и, собственно, почти то ли 20, то ли 30 лет ждали школу в Солнечном. А почему два-то? Потому что первые жители заселились 30 лет назад, им тогда уже обещали, что она будет. У нас и в Медвежках школа начала строиться, и в Солнечном, ну вот по Солнечному, да, очень была большая социальная такая напряженность, люди не верили, что начнет школа строиться, но мы уверенно шли к этому началу строительства. И несмотря на то, что ввели новые абсолютно нормы градостроительного регулирования, единый типовой проект, АГО, мы все это прошли, и сейчас приступили к строительству. Заказчик муниципальный, администратор Щелковского района, государственная программа, и я очень благодарен, еще раз хочу сказать нашему губернатору Андрею Юрьевичу, что он прям вот в последнее время лично держал на контроле прохождение документов для того, чтобы мы вышли на эту площадку строительную. Потому что он тогда еще, когда приезжал первый раз, он обещал, что разберется с этой школой, и он действительно разобрался с ней. Она строится, да, и школа, пристройка к школе в Медвежьих озерах на 275, как заявлено место. И мост Андрей Юрьевич приезжал, когда школу открывал, помните, 17-ю, обещал, что сказал, будет мост, значит будет мост, вот сейчас начали строить мост. Но по пристройке Медвежьих, это старая история, мы давно уже хотели его построить, потому что там переполнены практически медвежки, там много построили домов многоквартирных, много появилось детей, там добавок такая атмосфера, еще рядом десантная полка, и мамочки такие, они очень позитивно настроены на рождение детей. Ну это здорово, что там рождается много детей, поэтому вот эта школа на 275, она в принципе дает второй этап снятия проблемы с второй очередью по Медвежкам, потом будет третий этап, еще одна школа будет построена на 575 мест в новом городке, поэтому мы там закроем проблему полностью. А всего у нас будет еще 7 школ? Нет, 10. Ну плюс к этим? К этим двум еще будет 8, эти 2, еще 8, и того 10 школ. 2 по инвестиционным программам и 8 по государственным программам. Опять-таки с участием области? Это государственная программа, конечно, все это идет областной. С финансированием, да, есть, конечно, но это в основном государственные программы, это именно та идея и то видение губернатора, каким образом снять проблему со второй очередью, со второй сменой. Спасибо. Я хочу еще раз вернуться к теме моста на Фабричный, может быть не все в этом районе бывают и не все видят, что там уже начались работы, давайте покажем. У нас как раз такие красивые кадры есть специально, мы сняли к сегодняшнему эфиру, чтобы показать тем, кто может быть до сих пор не верит. Мы сегодня проводили совещание по союзству моста и определили, что до 1 сентября две сваи, чтобы было залито. То есть к 1 сентября уже первые сваи будут уже стоять. Мы обязательно это будем контролировать и добьемся. А туда, кстати, что-то, никакую капсулу не закладывали, никакое послание потомкам. Это надо сваи дождаться, когда их будут там заливать? Я думаю, что когда сваи начнем заливать, с удовольствием поручим заложить капсулу нашим самоуважаемым людям городского поселения Щелкова и Щелковского района. Потому что они тоже должны в виде памяти оставить вот такой след по строительству моста. Спасибо. Я напоминаю телезрителям нашим, что у нас сегодня наши коллеги, мои коллеги, корреспонденты Щелковского телевидения работают на улицах города. И скоро, наверное, у нас будет очередное включение тоже из прямого эфира. А пока, Алексей Васильевич, пока оно готовится, без экономической подосновы реализация никаких проектов, наверное, невозможна. Кратенько. Можно вас попросить подвести итоги первого полугодия? Как экономика Щелковского района себя поживает? Как исполняется бюджет? Что, может быть, дополнительно даст инвестиции в бюджет? Какие-то инвестиционные проекты, которые появились? Понимаете, вот непростая экономическая обстановка в стране. Очень непростая. Но там, где занимается все-таки экономика более предметная, там, где занимается инвестиционной привлекательностью более предметно, там, конечно, процесс положительный идет. И, мне кажется, он и должен идти так положительно. Даже, может быть, большими темпами, чем мы сейчас имеем. У нас порядка сейчас наполняемость бюджета за первое полугодие 113,5%. Это вполне оптимистично для того, чтобы закрыть все муниципальные и государственные программы своим софинансированием. Плюс у нас остается немножко средств. Мы выделяем еще дополнительные программы. И чтобы немножко разрядить, что делается за эти средства. Если, опять же, взять 2014 год, 140 миллионов было у образования кредиторки. Минус. Минус. То в 2018 году мы заложили на ремонт всех учреждений образования 195 миллионов. Из них 180 бюджетных. Разница, видите, какая. Как мы наращивали. 45 миллионов, 75 миллионов, 135 миллионов. И сейчас уже вышли на такой рубеж 195 миллионов. Из них 180 из бюджета. Я считаю, что это большой труд. Большой труд всех инвесторов, промышленников, предпринимателей. Такое количество открыли дополнительно индивидуальных предпринимателей. И мы стараемся создать атмосферу, когда мы их не душим, а помогаем. То есть поддержим их во всем. Чтобы они приходили в администрацию не для того, чтобы их обобрали, а для того, чтобы им помогали и поддержали их. Ну, такое, я считаю, это доверие укрепляется. Поэтому мы видим, что предприниматели, исходя из того, что они начали доверять, и если взять масштабность их доверия, вот детский оздоровительный лагерь «Регионный Гейтс». Построен, отремонтирован практически на 300 миллионов внебюджетных средств за счет предпринимателей. Взять реабилитационный центр в медвежках и общежитиях. Опять же, добрая воля предпринимателей. Выложили средства построить. Сейчас вот бьемся, бьемся, бьемся. Очень жесткое законодательство. Очень жесткое законодательство. Если малейшая нечистоплотность, то, соответственно, проекты буксуют. На Парковой 29. Вот этот аварийный дом. Сейчас уже вот-вот пройдет экспертизу. Мы видим, что он уже практически стал прочнее, чем при строительстве. Потому что настолько бы масштабная работа произведена по капитально-ремонту фундамента, по ввязке его, по внутренним работам, по инженерам и сетям. Что сейчас вот начнем выделять квартиры, как мы и говорили, тем категориям. Это врачам, учителям, сотрудникам полиции. В прошлом году, за 17-й год, вернее, мы получили, вы знаете, за прорыв года, за привлечение медицинских работников премию. И эту премию мы решили потратить тоже достаточно правильно. И имею в виду те деньги, которые мы тратим на ремонт общеобразовательных и детских и школьных учреждений. И формируем также для других учреждений дополнительные средства для ремонта. Это для культуры, для спорта и так далее. То есть на данный момент бюджет подвергается тройной периллюстрации. Это администрации планируют, Совет депутатов рассматривает через призму все это. Правильность, неправильность предложения по расходу этих средств. И общественный контроль. И это вполне дееспособно. Вполне дееспособно для того, чтобы каждый год созидать, созидать и созидать. То есть вот этой выстроенной схемой вы довольны? Да. Дело в том, что, поймите, такого времени, когда мы жили, предположим, 4 года назад, не знали, а почему ничего не делается? Где бюджет-то? Куда он девается? Теперь этого не будет. Потому что я не дружу с Советом депутатов. Совет депутатов меня спрашивает. Не, ну не дружу, это вот так прямо сказали. Я дружу как с людьми. А в принципе... Вы сотрудничаете. Вы же сотрудничаете. Да, у нас нет никакой дружбы. Совет депутатов у них свое видение, у нас свое видение. И мы стараемся договориться, в конце концов, чтобы был тот результат, который хотят люди. Мы же предварительно проводим и социологические опросы, и общественные круглые столы. Чтобы оттуда получить посыл. Не чтобы, вот чиновник, я решил такое там построить, это вот мне нравится, мне кажется, что это будет нужно людям. Нет. Люди должны сказать, что там должно быть и как должно быть, чтобы им было комфортно. И тогда все получается. И тогда Совет депутатов принимает ту точку зрения, которую принимает наш великий щелковский народ. И администрация старается все это сделать. Спасибо. Слово к телезрителям. Если вы звоните нам сюда в студию, то 56-7-14-40-7-14-50. Можно позвонить, задать вопрос. Что-то мы пока в студии ни одного вопроса не услышали. И опять же, как сказала, на улицах работают мои коллеги. Давайте мы послушаем. Мы послушаем и посмотрим. Мы посмотрим и послушаем Наташу Медведеву. Наташ, добрый вечер. Тебе и твоим собеседникам. Мы слушаем вас. О чем хотят спросить? Добрый вечер, Ирина. Да, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Васильевич. Действительно, сегодня мы работаем на улице Парковой. И рядом со мной сейчас жительница города Щелково. Зинаида Петровна Воронина как раз проживает здесь, на Парковой. И я знаю, у нее есть очень важный вопрос в главе Щелковского района. Пожалуйста. Добрый вечер, Алексей Васильевич. На очень беспокоит житель Парковой улицы работа наших управляющих компаний. У нас то одна компания, то вторая. Поэтому это создает неудобства. Приведу вторые платежки. Приведу конкретный вопрос. Парковая 11А. Первый подъезд. У нас при сильном ветре обрушилось стекло. СВТ забило нам фанерой. Мы обращались, говорят, мы доделаем. Потом нас ДЭС взял. И ДЭСу звоним, они руками разводят. Ну как это так? В районном городе, в центре города, в 21 веке, стекло забито фанерой. Будьте любезны, ответьте, что у нас предполагается. Как компании будут работать. Мы хотим, чтобы была одна компания. И чтобы был над ней контроль. Спасибо. Зинаида Петровна, есть вещи. Когда мне очень стыдно. И мне стыдно за работу многих управляющих компаний на территории нашего Щелковского района. Дело в том, что закон так устроен, чтобы повлиять резко, управлять резко этим процессом я не могу. И если я начинаю это делать резко, к сожалению, получается с точностью наоборот. Но тем не менее, Зинаида Петровна, я обязательно обращу внимание на парку 11А. То, что там СВТ забило фанерой, а ДЭС ЖКУ ничего не делает. И уверен, что завтра ситуация поменяется. И я у всех жителей прошу прощения. За вот нерешенный, такой очень проблемный сегмент работы ЖКХ. Это управляющий компаний. Я занимаюсь и буду дальше заниматься. Но в любом случае мы выставим работу управляющей компанией под вас. Они будут вам в рот смотреть. Но так сейчас устроили законодательство, что управляющая компания как неприкасаемая становится. В любом случае сломаем это ситуация, Зинаида Петровна. Сломаем. Вместе сломаем. Даю слово. Будем ломать дальше. Я имею ввиду не физически, а по закону. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Алексей Васильевич. Спасибо, Наташ. Спасибо твоим собеседникам. Надеюсь, еще увидимся сегодня в самое ближайшее время. Мы подобрали примеры работы, позитивные примеры работы управляющих компаний. Их, к сожалению... У нас их очень мало. Их меньше, гораздо меньше, чем негативных. Да. Вторая часть вопроса была по поводу смены управляющих компаний. Вернее, это была первая часть вопроса. Вот смотрите. Управляющая компания такая вещь, когда если люди не проголосуют, их не будет. Если люди проголосуют, они приходят. И управляющая компания, значит, делает очень хитро. Они приходят в дом, набирают группу поддержки, каким-то образом там их потанцируют под себя. И после этого происходят для нас очень неприятные вещи. Когда мы понимаем, что зашла очередная воровская компания, мошенническая. И она не будет работать честно на управление на квартирном доме. Я разговаривал с многими, в том числе и с некоторыми нашими коллегами, которые со мной по субботам и воскресеньям работают. И они подтверждают, что именно так идут управляющие компании на квартирные дома для того, чтобы получить их в реестр управления. И я бы просил всех жителей не подкупаться под сладкие обещания. Не подкупаться. Только проблемно, только критично каждой этой управляющей компании. Вы хотите зайти на наш дом? Пожалуйста. Постройте свой персонал. Покажите вашу технику, которая у вас есть. Покажите, сколько у вас домов в управлении. Принесите нам отзывы с этих домов, чтобы мы увидели, что вы дееспособные. А мы пойдем к жителям тех домов, где вы раньше управляли, и, как бы, говорить успешно управляли, спросим их. И тогда, получается, будет хороший принцип выбора управляющей компании. По их работе в тех домах, по их оснащенности, по их экипировке, по наличию специалистов. А потом давай-то, да, мы за вас проголосуем. Вот из этих критерий мне бы хотелось, чтобы, исходя, жители делали свой выбор. Спасибо. Я, как внештатный сотрудник ЖКХ, немножко хочу прокомментировать то видео, которое мы сейчас показываем. Это, на самом деле, отремонтированный подъезд. Это не в новом доме. Вот ремонт подъезда должен выглядеть так. Также мы показали, что должна делать управляющая компания. Ну, зимой понятно. Зимой чистить снег, убирать снег, чистить дорожки, чтобы это все было видно. А летом стричь газоны, обрезать растительность. Вот, собственно, элементарные вещи, за которые мы платим в квитанции деньги. Там, где не стригутся газоны, не идет подстрижка газонов. Там, где не идет подстрижка кустов. Там, где не убираются подъезды. Там, где не делается ремонт подъездов. Компания мошенническая. Сразу говорю, там работают мошенники, которые выводят коммунальные платежи жителей к себе в карман. Если вы увидели, что у вас там чего-то плохо, инициируйте. Вызывайте нас, чтобы мы сказали, что это управляющая компания, жители против вас. И даем какой-то там им срок, ну, там, неделю, две, для того, чтобы они изменили подходы. Вот мы почему создали ДСЖКУ? На данный момент это неэффективная муниципальная управляющая компания. Но мы создали, потому что все старые дома были брошены управляющей компанией, которые работают по мошеннической схеме, и им не нужны старые дома. На них ничего невозможно заработать. Они идут на новые, но при этом не выполняют те нормативные задачи, которые на них возлагается, соответственно, закон по обслуживанию на квартирный дом. Сложный вопрос. Конечно, много зависит от жителей, но и мы виноваты. Спасибо. Но будем надеяться, что все наладится со временем. Я продолжу тему, опять-таки, как внештатный сотрудник ЖКХ. Планы на этот, только на этот год по исполнению губернаторских программ в этой сфере. 82 дома в программе капитального ремонта, 58 дворовых территорий под программу комплексного благоустройства дворовых территорий. Это несколько элементов обязательных, самые яркие из которых – это детская площадка. Плюс освещение, лавочки, парковки и так далее. И 900 подъездов в этом году запланированы под ремонт. Но, опять-таки, практически каждый день слышу от жителей благодарность, которую передаю от жителей вам. Ваш комментарий. Знаете, работа действительно много. И наша картинка. Работы спланировано очень много. Мы, конечно же, подвязываем ремонт многоквартирных домов к зонам общественного притяжения, в первую очередь. Вот парковая. Вот мы сейчас видим парковую. Там фасады отремонтировали одинаково. И, соответственно, вот следующий пойдет у нас улица Пушкина. Там на 2019 год будем планировать основную часть работы капитального ремонта многоквартирных домов. Очень много домов, вы знаете, мы будем сносить по программе переселения из непригодного для проживания и аварийного жилья. Вот-вот, прям вот-вот должен выйти проект планировки для того, чтобы, наконец, освободить дальний воронок от этого хлама, который на данный момент называется жилье. Сложно все. Очень сложно. Потому что сейчас все боятся ошибиться. В чем заключается ошибка? Заводим инвестора, предположим, на этот микрорайон, да? А он вдруг окажется в середине работы несостоятельным. И получается, мы обманем все ожидания жителей. И половину какую-то или треть, предположим, жителей расселим, а остальные не сможем. Это же скандал будет, это же позор будет. Поэтому тяжело идет эта работа по подбору тех организаций, строительных компаний, которые смогли бы сделать эту работу. Подобрать подобрали, а посмотрели их аппетиты. Видим, что это будет не микрорайон, а микрорайон-пробка. Поэтому уходите, как бы, с этим проектом планировки. Он нам не подходит. Нам нужен другой. Там, где все зоны гармонично друг друга дополняют. Квартирные дома, должны быть предобывая территория, должны быть парковочные места. Должны быть все внутридворовые проезды, достаточно высокого уровня класса логистики. И вот никак не можем приступить к этой масштабной уровне. Хотя сделали много по переселению ветхоаварийного жилья. Очень много за эти три с половиной года. Но хотелось бы более масштабно и быстрее, чтобы наша улица Центральная, Воронок, освободился от этого ветхого жилья. Остальное можно уже потихонечку, когда появится дополнительный метр квадратный. Можно и остальных расселять потихонечку, там и с правой стороны улицы Центральной. И процесс пойдет. Но это большая проблема, большая проблема в поиске достойных строительных компаний. Те, которые не уйдут с дистанции и доведут до конца. А сейчас, на данный момент, это довольно сложно сделать. Очень сложно. И законодательство ужесточается, и требования ужесточаются. Те компании, которые не проходят заключение соответствия требованиям, у тех, у которых нет в банке достаточно средств, которые они могут продекларировать для работы, они не допустятся до этих работ. Не будут допущены до этих работ. Ну а пока все-таки, чтобы как-то, ну даже не то, чтобы как-то, а чтобы улучшить условия проживания людей в Щелкове, вот эти губернаторские программы, которые работают, которые уже не первый год работают и доказывают свою состоятельность, свою эффективность. И тоже, кстати, старые дома, в них ремонтируются инженерные сети. Обидно в чем. Не надо сносить. У нас есть, да, центральная улица, центральная зона общественного притяжения. Там людям, конечно же, живется лучше, чем на окраинах. Ну, так устроен мир. Все сразу сделать невозможно. Для того, чтобы прибить доску, надо прибить сначала один гвоздь, потом второй, там потом третий. Так и в жизни, вот, по благоустройству и улучшению комфорта жизни. Приходится делать все поэтапно. Потому что бюджет не резиновый. Я уже сказал, что мы приняли, вот, в 2014 году бюджет минус миллиард практически со всеми, будем говорить, не только с кредиторской задолженностью, но и с исполнительным производством, с кредитами. Если на сарплату получали кредит для администрации. Потом объединили поселения, появились деньги городские, которые смогли работать на город. Вот, и они работают сейчас на город. Можно я вам задам вопрос о поселениях? И, ну, собственно, об этом люди-то уже знают все, о том, что Щелковский район изменил немного свои границы, и что Свердловка и Анискина вошли в состав городского округа Лосино-Петровский. Вот если говорить об экономике, такая реформа, скажем так, как она сказалась? Ну, я честно скажу, в этом плане немножко как-то недопонимая некоторых наших уважаемых жителей, которые говорят, вот от нас там отсоединили территорию. Да я себя тоже чувствую как предатель. Но есть смысл отсоединения и присоединения территорий. Создать ту экономическую модель поселения, которая способна воспроизводить валовый национальный товар собственного производства, воспроизводить себе достойный бюджет за счет развития производства или сельского хозяйства и способность само себя окупать. Лосино-Петровский глубоко дотационный городское поселение, у него нет возможности для развития. Анискино не дотационный поселение сельское, и Свердловка дотационный городское поселение. Сейчас объединили их, у них достаточно там-то появилась возможность по изменению генерального плана и улучшения инвестиционной привлекательности именно для этого уже нового муниципального образования. Анискино всех тащить будет? А? Анискино всех тащить будет? Я не думаю, что Анискино всех будет тащить. Будет создан консолидированный бюджет, также он будет дотационный в какое-то время. Но ту математическую модель развития экономики будущего муниципального образования, теперь уже создавшегося муниципального образования, нам представили. Мы увидели, что там действительно будет позитивное изменение. А у нас? А то, что у нас-то вообще мы должны создать городской округ, и я уверен, что теми темпами, которые мы сейчас получаем инвестиции, уже не в городской округ, пока еще в Щелковский район, мы лет через пять должны выйти на самодостаточный бюджет. Лет через пять мы должны выйти на самодостаточный бюджет. У нас бюджет самодостаточный, вы же сами сказали. У нас бюджет не самодостаточный, это у нас в городском поселении самодостаточный бюджет. А район у нас глубоко дотационный, то же самое, мы получаем дотацию на многие вещи. И я что хотел сказать, вот разделение там и изменение границ территории, да еще председательская Россия это делалось, когда губернии были. Потом советская власть пришла, то же самое, объединяла области, делила области. Вот при России, как бы, люди видят, как бы, ну, правительство видит, что территория не жизнеспособна, а рядом жизнеспособна территория, у которой нефтяная труба. Объединяют, и территории поднимаются. Так и здесь. Это же принцип экономической целесообразности, который позволяет территорию выводить из зоны дотаций. Или хотя бы снизить эти дотации в эту территорию. И тогда жители поймут со временем, что вот на бытовом уровне нельзя это отторгать или принимать. Да, больно. Я же говорю, я тоже себя чувствую каким-то предателем. Пришел, и вот две территории ушло. Но со временем, мне кажется, мы увидим, как работаем мы, и как работают они. Если их советы депутатов решили создать свой анклав вместе с Лосино-Петровским городским округом, пожалуйста, создавайте. Но мы должны на примере Щелковского городского округа показать, что наша экономическая модель развития дееспособнее. Она способна воспроизводить больше отчислений и наполнений бюджета для того, чтобы развиваться более быстрыми темпами. И мы это докажем. А так, их инициатива была, есть закон. Я принял под козырек, пожалуйста, воля представительного органа, главе с главой. По закону я не имел права каким-то образом бороться с этим. Бог только глаза закрывать. Ну, тем не менее, я еще раз говорю, побудем рядом, посоревнуемся. Потом, я так думаю, если они вдруг увидят, что мы лучше гораздо, чем они живут. Будут завидовать. Да, они будут завидовать. И, может быть, со временем опять проголосуют за то, чтобы вернуться в славный Щелковский городской округ. Ну, пока мы сейчас говорим о ситуации в Щелковском районе. Дай бог, чтобы я это увидел, конечно. Это увидим, Алексей Васильевич. Мы будем стараться. Послушаем, какую тему нам задаст наш собеседник на улице. Где? На улице Парковой, да? Наталья. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте, здравствуйте вашим собеседникам, вашим гостям. Слушаем вопрос, о чем хотят спросить жители Щелкова, главы Щелковского района. Добрый вечер. Добрый вечер еще раз. И сейчас мы продолжаем работать на улице Парковой. Рядом со мной еще одна жительница города Щелкова, Кристина и ее очаровательный Малышев. Давайте послушаем, какой интересный вопрос они зададут главе Щелковского района. Добрый вечер. У нас в городе происходят реальные изменения, это видно. Больше стало детских площадок, больше спортивных секций, и мы уже можем летом кататься на коньках даже у нас в городе. Огорчает только то, что нет большого бассейна. Очень хотелось бы, чтобы был большой, может, дополнительно к маленькому. Понятно, что в одночасье это не сделается, но хотелось бы знать, есть ли это в планах, и есть ли какие-то сроки для этого. Кристина, в планах есть. Земельный участок подобран. Но есть еще у нас и поселения, которые вне границ городского поселения Щелкова. Вот в этом году мы открыли уже один ФОК, это Вогуднево. Буквально сегодня окончательно решение с министром спорта было найдено по ФОКу Вафрянова. Следующий у нас рвется на линейку готовности Канахин Владимир Николаевич в Медвежках строить ФОК. Но ФОК с бассейном мы уже земельный участок подобрали. Проговорили. Следующий год у нас будет непростой. Мы по максимуму заплатим наше софинансирование на строительство моста. Непростой будет финансовый год, и мы туда дадим. Я вам даю слово. В 2019 году мы начнем проектирование ФОКа с бассейном. Хотя у нас есть два, вы знаете, да? В гимназии, в школе вот там есть два у нас. Но тем не менее мы обязательно построим такой достойный ФОК с плавательным бассейном. Это будет, смотри, в 2019 году мы заложим деньги на проектирование, а в 2020 году начнем строительство. Спасибо. Мне кажется, малыш... Вот прошу только понять меня, что надо еще достроить этот инженерный объект. Мы сейчас снимаем... Ради этого мы сейчас снимаем нагрузку с бюджета города. Я не буду рассказывать все тонкости этого, нюансы этого, но мы снимем с бюджета городского поселения Щелкова нагрузку, на район перебросим, именно для того, чтобы создать этот спортивный объект. Плавательный бассейн. Знаем, что он вас требует. Спасибо, Алексей Васильевич. Кристине спасибо, и малышу спасибо, и Наташе Медведеву, и моей коллеге тоже. Спасибо за работу. Погода-то наладилась, Алексей Васильевич, смотрите. Да. Вы ответили на вопрос. Я бы хотела еще показать один вопрос, который тоже Наталья записала, тоже на улице Парковой, почти случайно, но он мне очень понравился. Давайте... Дайте нам вопрос, пожалуйста. Меня зовут Соня, и я бы очень хотела, чтобы в нашем городе было побольше мест, где мы можем отмечать дни рождения, потому что мы хотим найти всегда поинтереснее места, но у нас кроме боулинга и кино ничего нет. Мы бы хотели каких-нибудь... Кафе-мороженое, например. Да, кафе-мороженое. Меня зовут Соня, и... Вот тоже житель Щелкова, юный, вам задает вопрос. Кафе-мороженое, это действительно у нас такого нет. Мы сейчас думаем все вместе, потом вынесем на суд, конечно же, жителей. При реконструкции улицы Пушкина вот такие объекты на ней создать. Кафе-мороженое для детей, кафе для взрослых, какие-нибудь небольшие пекаренки. Вот бывает, и каждый из нас в таких местах, где хочется бывать еще раз и еще раз. И мы хотим, что не только улиц Паркова притягивала своими прогулочными зонами, там, катаниями, гулянием детей с колясками, мам. А вот мы хотим еще улицы, где можно будет компанией собраться, чтобы детишки. Но ни компания, ни алкоголь. Не алкоголь. Тут строго мы заранее техническое задание заложим, чтобы алкоголя не было никакого в этих кафешках. Пусть, пожалуйста, оборот там берут. Продают качественный кофе, качественные булочки, качественное мороженое. И я думаю, что там это будет окупаем. Потому что, когда мы будем работать над тем, чтобы по конкурсу заводить туда инвестора-строителя, мы все это заложим в техническое задание и не дадим развиваться огульному времепровождению, когда люди заходят в это кафе, оттуда уже их или выносят, или они еле выходят. Поэтому обязательно это отработаем. И по улице Пушкина будет сделана такая зона. Там будет кафе-мороженое для детей. Обязательно. Мне бы еще хотелось несколько тем затронуть, которые тоже важные. Вот в частности поговорить о здравоохранении. Оно хоть и не районное сейчас, подчиняется напрямую области, но опять-таки все видят, что главная районная больница, вторая на улице Парковой, второй год преображается. Под контролем района. На 2018 год у нас практически 150 миллионов рублей выделено. Контроль высочайший идет. Подрядчики, которые выходят на эти объекты, не выдерживают контроля. Многие начинают нервничать, убегать, поэтому немножко затягиваются работы. Но мы не будем снижать общественный контроль и технический контроль за их работами. Если не отвечает требованиям, заложенной в проектной документации, значит будем разрывать контракты и выгонять. Не допустим все-таки для того, чтобы люди потом нам сказали, вот освоили деньги, а получилось как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда. Вот этого не позволим. Поэтому так иногда затягиваем ремонт. Но тем не менее, уже вы видите, урология стала другая. Вот как раз на наших экранах мы сейчас видим отремонтированное отделение урологии, за что, наверное, от пациентов особо благодарность. Губернатор приехал первый раз, зашел в эту урологию, таким презрительным взглядом на меня смотрел, Андрей Юрьевич, я говорю, Андрей Юрьевич, да я же вот готов, готов, я знаю, как это мы будем делать. И вот как он сказал, все это идет. Так и делается. Так и делается, да. И меняет все. И Григорий Валерьевич зашел... Мы с персоналом поработаем. Уверен, что они все будут вменяемы, когда увидят, в каких условиях они работают. Хотя вот недавно был День Медика, я очень добрые слова сказал, постарался сказать им добрые слова за их труд. Он очень непростой, потому что пациенты приходят в больницу, и если она не ухожена, если кругом грязь, если разбитый, обитый, ну как он может относиться к самому себе с уважением, этот больной? А врач к самому себе с уважением разве может относиться? Вот когда будет все хорошо, они будут друг к другу относиться к любовью и уважению. Спасибо. Вам следующий вопрос от автомобилистов Шелковского района. И, как вы понимаете, вопрос этот касается состояния дорожной сети. Много делаем. Недостаточно, но много. Если брать из года в год динамику, то начали мы с 32 тысяч квадратных метров, а сейчас у нас уже в прошлом году было 740 тысяч квадратных метров. В этом году немножко поменьше сделаем, 642 тысяч квадратных метров. Но достаточно много все-таки средств уходит на дополнительные работы. На мост, на набережную, на сквер Пушкина. И вот в этом году немножко поменьше сделаем. Но это не тенденция. Это не тенденция. Будем дальше наращивать по объемам. Для того, чтобы все дороги в Щелково превратились в комфортные. Мы помним, какая была Первомайская улица. Даже сами дорожники говорили, что там нет дороги. Зимой выезжали туда. Нервничали сильно. Я ругался на Мосавтодор. Вы на Мосавтодор часто ругаетесь? Есть за что? Часто, есть за что. Мосавтодор, у него 280 километров дорог на территорию района. Но я не скажу, что ему можно поставить даже удовлетворительную оценку. Позавчера встречался я с представителем РУАД, Майкищенским, который обслуживает наши дороги. Резко сказал ему все, что думаю, о их работе. Рядом с ним стал подрядчик, который заверил меня, что все изменит в течение короткого времени. Посмотрим. В этом году? Да, сейчас надо все изменить. Будем ждать. А пока то, что делается в рамках программы. Медвежье озеро, Чкаловское, сейчас там основные работы происходят. Спасибо. Я предлагаю... Много, много в этом году работ жители увидят. Уже по Талстанке пошли дворовые заезды много сделали. Я думаю, что люди оценят. Конечно, будут критиковать дальше, потому что не все же сделают. Но, тем не менее, оценивают. И я вижу, как они с благодарностью, когда проводится работа, которая была остро необходима для этой территории, как они с благодарностью оценивают. Я предлагаю нам с вами, Алексей Васильевич, виртуально выйти на улицу Щелкова еще раз и пообщаться. Пообщаемся мы с Александрой Игранич и ее собеседницей. Они, как я понимаю, у районного культурного комплекса сейчас находятся. Александра, добрый вечер. Еще раз мы слушаем тебя и слушаем твою собеседницу, о чем хотят спросить главы района. Еще раз здравствуйте. Мы действительно находимся около Щелковского районного культурного комплекса, где продолжаем принимать вопросы от жителей. И рядом со мной жительница Щелковского района, многодетная мама Юлия Баранова. У нее вопросы к главе Щелковского района. Здравствуйте. В последнее время наш парк очень сильно изменился в лучшую сторону. Он стал более благоприятным, и в нем очень приятно гулять с детьми. Это очень радует, спасибо огромное. Но есть такой момент, хотелось бы узнать, а ремонт дворца вообще предполагается или нет? Потому что необходимость назрела уже давно, туда очень много детей ходит. Ответьте, пожалуйста. Знаете, вот очень красивый у нас Щелковский районный культурный комплекс, очень красивый, архитектура хорошая, но работы там очень много. Мы каждый год что-то делаем. Вот крайний раз, когда я пришел и увидел, сколько протечек, я понял, что там надо начинать с главного, а надо начинать с кровли. Поэтому в этом году сделаем дефектовку, уже делает нас там один товарищ, дефектную ведомость на кровлю, и обязательно заложим для того, чтобы отремонтировать ее. Дальше все элементы РДК будут обязательно в ремонте. Вы видите, там уже часть фасада отвалилась, деревья близко стоят, вот с левой стороны, если зайдете, посмотрите, сейчас увидите. Деревья близко стоят, деревьем бьет, бьет фронтон, он отваливается, фронтон, там же лепнина. Сейчас отпилим, откранируем деревья, потом отремонтируем фронтон. Но самое главное, конечно, начать на доскровле. Хотя в этом году, ну, в прошлом году и в этом году напольное покрытие отремонтировали в хореографических залах. Я думаю, что, конечно, недостаточно работы. Я, видите, комкую немножко свой ответ, потому что понимаю, что все зависит от того, на какую сумму будет дефектная ведомость. Чтобы вот не наобещать, что-то потом, как получилось, что я соврал. Увижу, сколько сумму надо вложить в кровлю, а потом уже скажу, что будет дальше меняться. Ладно? Простите, пожалуйста. Ну, это так. Спасибо. Спасибо, Саша. Спасибо, Юля. за то, что дождались и задали вопрос. Спасибо. Все хорошо. Спасибо. Алексей Васильевич, я продолжу, если можно, тему благоустройства парка. Когда праздновали День России в парке 12 июня, ко мне подошла женщина и попросила вам передать большое спасибо. За что? А вот знаете, за что? За то, что вы сделали лодочную станцию в парке. Она говорит, что она просила вас об этом два года. Нет, там просили еще и лодочную станцию и просили еще лыжную станцию. вот лыжная подождите зимой. Она будет зимой работать, да, как лыжная станция, а летом как лодочная станция. И там всего лишь две лодочки пока. Нет, смотрите, больше стало, да? Много там лодочек-то уже, Я когда подкрывал, и когда пришел, когда ее открывали, там было две лодочки. там их гораздо больше. И людей. Я смотрел, там наши друзья и коллеги уже катаются на этих лодках. Конечно, самое главное требование безопасности и будем дальше развивать этот спорт. Спорт и отдых, да. Выдают вместе с лодкой еще и спасательные жилеты, так что требования, я, кстати, первый раз увидела. Ирина Геннадь, так должно быть. Да, спасибо. Вот, так что передаю, как обещала вам. Я очень люблю жителей Щелковского района и стараюсь сделать для них все возможное, чтобы побыстрее их наказы выполнять. Вот видите, вот уже как минимум их четыре. Спасибо. У нас с вами несколько минут до окончания эфира. Я позволю себе вот еще несколько вопросов задать. Пожалуйста, коротко. Как мы будем праздновать в этом году День Щелковского района и День города? Есть информация о том, что его объединят с фестивалем Душеновские маневры. Почему? Да. У нас идет Биеннале, чемпионат мира по футболу. Соответственно, в июле месяц у нас проводились Душеновские маневры. А сейчас, как бы, в связи с тем, что там используются определенные пиротехнические средства, разные образцы старинного оружия, ну, как бы, мы понимаем, что цель их безопасности ее надо перенести. Поэтому у нас суббота, первый день суббота будет Душеновские маневры, а второй день уже будет День города, День района. Это в конце августа уже, да? Да, в конце августа. Спасибо. Следующий вопрос. Еще одна хорошая традиция последних лет в Щелковском районе это проводить единый выпускной бал. Совсем скоро уже одиннадцатиклассники уже последний экзамен сдают. И вот он будет в этом году или тоже ему чемпионат мира помешает? Я вот, исходя из этого, хочу сказать слова искренней благодарности сердцу Салис Добавича Каракотова. Он когда знакомился со сценарным планом единого выпускного балла поддержал и каждый год финансирует проведение этого мероприятия. Ну, в этом году еще как бы необычный будет для нас элемент это участие авиационной школы покрышки Монинской тоже в этом мероприятии. мероприятие. Но все равно я уверен, что будет очень хорошо мероприятие подготовлено. Скульптура работает в достаточно высоком уровне. Но я вот благодарен за то финансирование, которое делают наши уважаемые меценаты и коллеги. И вот в первую очередь Салис Добавич Каракотов. Спасибо ему, конечно, большое. Спасибо вам. И праздник состоится. Да, праздник состоится обязательно. Спасибо. Ну вот теперь вопрос такой тоже почти в заключение. Два года подряд в Челковский район по итогам года входит в пятерку лучших муниципальных образований Московской области. Вы, я так понимаю, не снижаете планку. Тяжело сейчас будет, Ирина Геннадь, тяжело. Дело в том, что мы начинаем работать в остаток года в таком усеченном формате. Раньше как-то было все это коммуницировано между поселениями. Мы понимали, что такой общий результат, откуда идет в копилку все составляющие этого рейтинга. Мы, конечно, будем напрягаться, чтобы остаться на этом месте. Но тяжело будет. Тяжело, потому что изменилась структура нашего Щелковского района. И в этих условиях, конечно же, надо будет думать, как с правительством согласовать все, чтобы все элементы нашего выпадающего потенциала в определенные составляющие нормативов убрали. в какое-то время, может быть, провалимся, но к концу года, я думаю, что вырыгаемся. Но главное, чтобы команда не подвела. Ведь не главное, на каком месте мы находимся. Не главное, что мы здесь с вами говорим в этой студии. Самое главное, что говорит маленький ребенок, который гуляет по зоне общественного притяжения. Что говорит мамочка, которая гуляет с коляской. Если она говорит слова благодарности, значит, нам приятно. Что скажет бабушка, что скажет дедушка, молодые люди, которым будет нравиться жить в этом городе. Вот что самое главное. И для этого надо, конечно, всем работать, не покладая рук. И что мы будем обязательно делать. Спасибо. Алексей Васильевич, мы с вами в очень важный день общаемся. Сейчас московское время без 5-8. Через 1 час и 5 минут стартует второй матч группового турнира на чемпионате мира, в котором будет играть сборная Россия. Вы смотрите футбол? Ну да, по дороге сейчас поеду, буду смотреть. С телефона включу и буду смотреть. Или с телефона, или с айпада, смотреть, что принимать будет лучше. Ну, обязательно посмотрю, конечно. Конечно, бомбовой был матч первой нашей сборной. Впервые я загордился, конечно, тем, что у нас такая команда. я думаю, впервые. За долгое время, впервые скажем. Нефтяная страна, по деньгам ходят, не смогли набрать такую команду, которая могла с нами. посоревноваться. Я думаю, что и следующий матч должен пройти достойно. И мне хочется пожелать нашим футболистам, чтобы они не позорили нашу страну, а наоборот, поднимали ее статус, поднимали ее на другой уровень гордости за нее. Давайте я вам пожелаю, чтобы такие же эмоции, как сегодня, после этого матча у нас у всех были. Чтобы мы тоже имели повод погордиться за нашу страну, за наш футбол, который... Будем надеяться, что он поднимется. Спасибо. И будет все хорошо. Спасибо вам, что пришли сегодня, ответили на вопросы жителей Щелкова. Алексей Васильевич, я вам пожелаю всяческих успехов. Хочу поблагодарить своих коллег за работу, и тех, кто за кадром здесь, и тех, кто работал сегодня на улице Щелкова. Программа «Диалог» Спасибо большое. Я тоже благодарен Богу судьбе за то, что работаю на благо Щелковского района, и постараюсь сделать так, чтобы не было обо мне, когда со временем, конечно же, я покину этот пост, уйду отсюда, чтобы у вас было чувство ко мне доброе. Я стараюсь. И хочу, чтобы все вместе мы создавали совсем другой облик района, городского округа, города Щелкова, чтобы мы еще больше гордились за то, что мы здесь работаем, за то, что мы здесь живем. Спасибо вам. Алексей Васильевич, приходите еще. Постараюсь. Спасибо. Всего доброго. Оставайтесь на Щелковском, нам важен ваш интерес. Спасибо. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова